Несколько таких наиболее типичных вариантов поведения. Первый – это отрицание. Человек не хочет верить в то, что кризис есть. Безусловно, это страх. Страх не позволяет увидеть реальную картину. Следующий момент, который можно отметить вот так в поведении людей – это лихорадочная активность. Да, кризис есть. И кризис не просто есть. Надо это использовать. Сильный во время кризиса становится сильнее. Деньги где-то есть. Их только надо вот найти. И тогда все начинают следить за котировками, за курсами. От чего это происходит? Тревога, которая просто не позволяет человеку сидеть на своем месте и спокойно заниматься своим делом. Когда ты не можешь реально контролировать ситуацию, то тогда ты хватаешься за какие-то кусочки, за какие-то элементы совершенно несущественные. И вот мы уже слышим, что в какой-то организации запретили сотрудникам пить кофе. Где-то говорят, чтобы с собой приносили туалетную бумагу. В результате получается выгода небольшая, изменений существенных, конструктивных не происходит, но люди чувствуют ужас этой ситуации. Это перекладывание ответственности на других людей. То есть кто-то виноват во всем этом. Ну кто? Виноваты американцы, виноват наше правительство, виноват президент компании, в которой ты работаешь. В соответствии с этим поведением часто появляется и другое. Поиск спасителя. Кто-то что-то должен для тебя сделать. Это, в общем-то, оправдывает пассивность человека. Моя профессия не востребована. Так не бывает. В твоей профессии есть какие-то действия, есть какие-то операции, которые ты умеешь делать. И делаешь это лучше других. Надо понять, а где я могу пригодиться. И просто работать для того, чтобы найти эту работу. Вот искать работу – это тоже работа. Встать рано утром. Одеться так, как ты идешь на работу. И работать. Ходить по этим собеседованиям. Отправлять свое резюме. И я не знаю такого случая, чтобы человек, который делал это так, работу не нашел. Сейчас требуются люди, как раз, которые могут делать, может быть, работы больше за то же самое время. Может быть, за не такую высокую заработную плату. Но такие люди нужны. Я просто работаю с работодателями, с владельцами компаний. И я знаю, что и сейчас им нужны именно такие люди, которые умеют работать. Когда все вокруг рушится, а самое главное, есть такое ощущение, что все вокруг рушится, все меняется, и непонятно, что будет завтра, послезавтра и через некоторое время. Главное – сохранить вот эту внутреннюю устойчивость. Не потерять себя. Сохранить не просто спокойствие, а даже определенный алгоритм действий, который ты привык делать изо дня в день. И вот это позволит в какой-то степени повысить психологическую устойчивость. Продолжение следует...